здравствуйте доброе время суток мы с вами продолжаем изучать нашу любимую программу майя в этом уроке я вам покажу каким образом можно вырастить такой замечательный цветок как роза в этой трехмерной в этом трехмерном мире как его можно вырастить фактически из самого зернышка и он перед нами восстанет во всей своей красе при этом не надо будет ждать неделю две три месяца и и так далее то есть достаточно быстро у нас вырастет я вам продемонстрирую кем это образом делается это будет во вторых а во первых я вам покажу каким образом можно создавать цветы цветы растения траву в трехмерном мире на примере майя ну что ж приступим для начала обновить и сцену то есть у вас сцена наверно будет вот такая вот кстати я вам покажу конечный результат такой вот цветочек вот такой цветочек мы будем создавать как бы качество рендера не очень хорошие но это не цель урок у вас мая будет обновленный вот в таком вот варианте наверное да хорошо и вкладка если будет у вас другая это не принципиально вы идете в рендеринг вот в эту опцию рендеринг окей дальше мы идем с вами в paint effects и и getbrush что этот getbrush дает getbrush это такая уникальная библиотека в мае в которой собрано огромное количество объектов уже сделанных за нас эти объекты и эффекты они мало того что очень быстро создаются то есть там где вы красите они там и появляются но также они имеют такую такие особенности как их можно анимировать динамически то есть не нужно будет сидеть и и анимировать это все ручную просто издается динамика например у огня и огонь начинает гореть и то же самое мы сейчас продемонстрируем на примере цветов вот мы выбираем нашу допустим розу либо же любой другой цветок по вашему вкусу это совершенно не принципиально и будем я выберу допустим не роза вот этого цветочек и прям покажу как как с этим всем работать в данном случае когда мы выбираем и кликаем вот это становится желтым мы выбираем тип нашей кисти ну как бы для мая это именно человек выбрал какую-то кисть кисть с этим цветком и смотрите вот я выбрал эту кисть сейчас где бы я только не красил бы в мае не проводил бы там будет будут появляться вот эти вот цветочки он наверно плохо видно я вот проект продемонстрирующих вот появился один цветок потом второй цветок третий цветок по линии количество этих цветков можно будет увеличивать по вашему усмотрению с этим нет вообще никаких проблем как цели цветки выглядят я примерно вот сейчас отрендерю вам и покажу так q нажал так вот он наш цветочек вот но вполне вполне в полноценный цветочек вот так вот он выглядит согласитесь очень даже неплохой результат при минимальном количестве моделирования так сказать с нашей стороны хорошо где этот результат появляется у нас в архитектуре как его можно модифицировать появляется у нас вот тут вот это наш строк вот все три вместе с линии которого мы пустили они у нас все тут так я удалю и обратно вернемся идем по интерфектs get brush здесь мы выберем розу и я вам на примере розы все покажу так вот один раз просто кликните и проведите все вот одна роза одной розы нам достаточно будет я на клавишу f английскую нажму для того чтобы попасть в фокус так если вы хотите от этой кисточки избавиться вот этой кругленькой с такой вот пумпышечкой вверх избавиться если хотите от нее нажимайте на кью на кью нажмите английскую с первого раза если не помогло со второго поможет и вот мы сейчас с вами будем работать над нашей розы вот что у нас получилось я отрендерю вот такая вот розочка цвет естественно вы можете менять как бы не белый а какой-то другой цвет но это уже немножко другая история сейчас вам покажу как эту нашу розочку сделать сама анимированный ты чтобы она под ветром допустим сама анимировалась так для этого ему я увеличу здесь количество фреймов до 200 200 фреймов у нас чтобы было достаточно места вам продемонстрировать сейчас как все это работает это работает достаточно простым способом хотя настроек очень много вот у нас есть наш объект который является по индефектами мы кликаем и появляются тут нас настройки у вас может быть это вот так вот на но не суть и здесь появляются его настройки они идут 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 и потом еще здесь появляются его настройки и все эти настройки можно по-другому еще построить мне так удобней если нажать на control и и вот они находятся и тут и тут так перейдем на самый верх и начнем смотреть для начала пройдитесь по всем ним и посмотрите что каждая из них умеет делать поскольку и как я говорил настроек очень много и обходить и все и каждые я к сожалению не смогу в этот в этом уроке но я вам очень советую и выбрать в так вот объект пойти и начать смотреть global scale это глобально он скейлит то есть и сам весь объект какого размера вам нужно вы можете его увеличить и уменьшать потом нас интересовало и я хотел вам показать как делается ветер ветер у нас находится в тюбс у нас есть вот эти создание то есть какого размера все вот этого там сколько листиков и так далее сколько сегментов в этом растении и так далее и так далее затем у нас есть гро как она растет то есть что есть тут допустим листики можем отключить то есть листьев не будет и больше цветы можем отключить цветов не будем либо же можем что-то добавить допустим из как у дерева чтобы были и эти самые ветви branches вот мы добавили на сейчас и цветок роза не совсем и в классическом смысле то есть они уже есть такие отходящие друг от друга на и точно также есть там еще бакс бакс это почки но мы не будем так настолько сильно уродовать наше создание так и у каждого из них есть свои настройки мы допустим branches и свои настройки какие какой длины они куда они движутся где начинаются и так далее по то же самое есть у листьев удоволся и так далее и так далее Продолжение следует...